день воскресный день чудесный на дворе а я к вам спешу с новой историей жизни сегодня ролик у меня будет разбит на три части давайте вам задам вопрос на что может заработать как вы говорите простой работяга мужик с прямыми руками который трудится честным трудом ну что он может себе купить к 40 годам я вам сегодня покажу вторая часть жесть но вы любите жестинку и я вам сегодня покажу в каких условиях живут люди когда речь заходит о съемных комнатах в москве да вместе непростом с крыши дома видно звезды кремля мы пообщаемся с главным героем выпуска который я уверен выступит для многих из вас как человек мотивация вот это хороший пример вот этому человеку мы поставим лайк или я ошибаюсь или все это постанова ребята приятного вам просмотра без промедления мы начинаем прямо сейчас вячеслав приветствую дмитрий тебе премного благодарен потому что мы сейчас быстренько познакомимся сделаем зарисовочку и далее мы продолжим вот смотри тебе 41 год дадим 10 лет назад вы скопили денежки ты заработал родители заработали вы купили первый объект недвижимости двухкомнатную квартиру где мы приобрели первую квартиру в равенском у станции фабричная и на этапе фундамента когда дом достроили уже мы сделали там ремонт хотели оставить ее но так как оттуда очень далеко добираться до работы еще у нас не было этого мцд и всех остальных способов доставки поэтому я решил эту квартиру продать по ходу повествования я вам буду добавлять детали чтобы вам все точно было понятно к сожалению первую половину выпуска я записал с выключенным микрофоном но потом исправился но это не страшно значит смотрите работал вячеслав трудился зарабатывал денег родители работали трудились зарабатывали денег кто они чем они занимаются далее я вам все расскажу скопился излишек которые решили проинвестировать в недвижку покупают на этапе котлована потом дом построился принимают решение что квартиру надо продать и деньги переложить продают ее за 4 миллиона 700 тысяч рублей при условии что покупали за 3 миллиона 200 тысяч рублей далее начинают распределять деньги мы ее продали и на вырученные деньги я купил одну комнату в центральном округе дима мы сейчас находимся на окраине центрального округа города москвы то есть буквально через два дома у нас будет граница цао и далее будет ювау то есть этот дом один из последних в цао на оставшиеся деньги я купил студию соседнем доме в раменском опять же на этапе фундамента я покупаю комнату по цене 2 миллиона 100 тысяч рублей это была дешевая цена потому что по такой цене продавали комнаты в кузьминках в текстильщиках то есть не в цао здесь же из-за того что было состояние общие квартиры ужасные они постепенно опускались в цене из 3 миллионов они опустились до 200 покупаю студию тоже за 2 миллиона примерно то есть в сумме как раз вот с двушки мы приобретаем два объекта это в 2014-15 до пятнадцатом году а слушай потом получилось так что у тебя появилась еще одна комната здесь да потом проходит один год и у нас соседи решают продавать вторую комнату мы покупаем за два с половиной миллиона при том что то есть рыночная цена была где-то ее от трех и выше то есть они опять скидывали потому что им срочно понадобились деньги поэтому цена была достаточно интересная в 2015 году за два с миллиона рублей можно было купить новенький бмв пятой серии в кузове f10 530 дизель но многие деньги то несут куда когда скопилось в недвижимость сохранить недвижимость растет эта инвестиция лучше пусть недвижимости а далее можно ее сдавать и какую-никакую копеечку пусть приносит так люди и поступили но два миллиона за комнату в центральной части города пойдемте посмотрим как это выглядит в основном где мы их арендуют рабочие бывает арендуют курьеры часто очень звонят семейные пары потому что вдвоем сдавать не хотят основной спрос идет на арендатора в лице девушек и женщин то есть все ищут по одному человеку желательно студентов спокойных и тихих а когда это идет семья то уже по умолчанию идет что они будут готовить возможно какие-то конфликты с соседями поэтому очень большой спрос идет от семей и от рабочих людей полутора до двух лет назад сделали капремонт поменяли проводку выложили плиточку сделали штукатурку новые щитки установили и внутри у нас заменили трубы отопления и заменили стояки в ванной комнате 33 вот тут комната соседей всего три комната но они вот уехали скорее всего в ванапу да тут 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 можно даже потом будет снять то что нам нужно получается там проживают две женщины и сын одной из них сына одной из них но он уже взрослый до 3 человека это моя комната до номер один еще есть комната номер три получается что-то тип как стала коммунальная квартира или она но она и была коммунальная то есть здесь именно в собственность идут комнаты то есть не общая квартира разделена на доли на комнату комната и комната то есть это изначально и было здесь коммуналка слушай а вот это вот общая зона да Да, это у нас общая зона, здесь получается у нас шкафчики, это у нас кухня. Ты смотрел этот ролик, где ребята снимали однокомнатную квартиру? Да. Вот, вот там некоторые накидываются, вот-вот, вот это вот у людей, у некоторых собственности. Почему такой вот срач? Ты не знаешь, что ты спрашиваешь? Я спрашивал, да, потому что я был готов сделать здесь ремонт, скинуться с соседями, но соседи категорически не хотят ни копейки вкладывать. Поэтому я тоже не готов оплачивать ремонт целиком за них, и поэтому они вот такой устраивают здесь бардак. Это просто, друзья, вы посмотрите по странам, это больше похоже на то, как будто бы мы зашли не в квартиру, а как будто мы находимся в подъезде. То есть реально, как будто знаешь, сюда можно зайти посидеть, но при этом слева-справа чужое жилье находится, ну коммуналка, блин. Ну вот вам что-то удивительное, вот такая вот коммуналка. А это за плита вообще намытая, как новая и ни разу перекрытая? Да, за плитой, следя, да, остальное все, конечно, даже вот окна, я предлагал скинуться, поменять окна, но они опять отказываются, я оплачивать не стал из-за всех. А общая площадь квартиры какая? Общая площадь 72 метра. Короче, по-хорошему эта трешка 72 метра, если выкупить ту? Трешка, да, с потолками, которые у нас не 2,5, а 3 метра они, то есть здесь очень удобно, но с соседями договориться не получается, то есть они ожидают сноса дома и когда каждому из нас дадут по квартире. И сколько же такая стоит, спросишь ты, а вот посмотри, я открываю доски объявлений и в этом доме продается однокомнатная квартира 12 900, двухкомнатная квартира 23 600, трешка 72 метра здесь стоила бы примерно 28 миллионов рублей. А рядом с домом вот эта вот часть, это такая промышленная зона, про которую говорят, что она уже активно не используется. И если она попадет под карту развития территории, когда начнут здесь все ломать, то ребятам, в частности Вячеславу, дадут, скорее всего, 2 однокомнатных квартиры. Как вам, инвестиция эта или зря связался? Продолжаем. Здесь ванная комната у нас, получается одна стиральная машинка моя, вторая соседская. Соседи ее не используют, она уже стоит 15 лет. Они ее новую приобрели, дорогую машинку, так она и стоит. То есть она новая? Да, она новая. А почему? Они сказали, что пускай она стоит и стирают в тазах. Это очень интересно, конечно. А соседи, они нормальные? Вроде как нормальные, да, но со своими бывают с какими-то вот... А вот здесь туалет? Здесь туалет, да, получается. Туалет тоже у нас общий, у каждого свой стульчик. У каждой комнаты, да. Ребят, мы стоим сейчас на улице со Славом и говорим, блин, слушай, я не ожидал, что ты приедешь, типа, ну, что, правда, интересно? А как оно мне интересно? Вот она, жизнь простых людей, вот так вот, как бывает. Вы хотели что-нибудь увидеть негламурное? Вот вам, Москва, ЦАУ, пожалуйста, два стульчака, бумага, пички. Соседи, почему-то бросают туда все, то есть не выбрасывают, бросают наверх. Хорошо, что не используют. Да, почему-то вот не спускают. Так, ну, первый вопрос, наверное, который у людей возникнет. Как много здесь тараканов? Ты вообще это когда заходишь? Тараканов было здесь очень много, но один из жильцов год назад вложился и их поморил. Теперь их нет. Ну, они то есть есть, но их достаточно осталось мало, потому что прежние времена, вот, Дим, можешь вот там вот снять, в углу, где вот черные следы, то есть они прям везде здесь сидели, тараканы. Да, они вот тут были, это все было в тараканах. Вообще, блин, а я и думаю, что-то какие-то странные следы. Да, а их нет, вот он их поморил. Плесень, что ли, а это как бы и не плесень, а это говно тараканит. Да, да, получается, что да. Жесть, ну вообще прикольно. Ну что, пойдем, давай. Да идемте, да. Давайте, мы заходим в первую комнату, она по площади 14 квадратных метров, окна выходят во двор, то есть она достаточно тихая. Значит, подчеркиваю, что все мы снимаем с разрешения арендаторов. Да, я снимался. Ребята, которые здесь, смотрите, внимание, я захожу, раздуваю. Люди живут, как бы зачем мы будем что-либо делать. Вот такой диванчик, пожалуйста. Вот там сушилочка, шкаф для хранения вещей. Здесь что-то типа своей кухни. Кухня. В силу того, что можно погреть там сосисочку, чайку попить. Ну, то есть по мелочи, понимаете, то есть как бы готовить. Ты можешь, конечно, пойти, да? Ну, как вообще, готовят, не знаешь? Ну, в целом, многие из жильцов очень оценивают, что существует возможность делать еду в комнате, чтобы не пользоваться местами общего пользования. Поэтому они здесь делают салатики, там кто-то ставит мультиварку, и поэтому многие пользуются здесь. Эта комната по площади 14 метров. Да, 14 метров сдается она, ну, в среднем, вот, 10 лет назад она сдавала за 18-20, потом там 21-22, сейчас примерно 25-27 тысяч в месяц. А кто вот эту конкретную комнату снимает? Можешь просто портрет описать, сколько лет человек? Да, могу описать, это мужчина, 33-х лет, приехал с супругой. Он-то есть россиянин, да, он россиянин из южных, так скажем, республик. Да, с юга, ну, да. Они здесь убирались, сказали, что здесь был бардак очень сильный, до них снимал мужчина, да, буквально. А до этого жил какой-то курьер? А до этого жил мужчина, жил, да. Курьеры здесь жили, сказали, что будут арендовать надолго, но, как обычно, обманули и уехали. И, к слову сказать, курьеры из Яндекс.Доставки мне хвалились, что они в месяц зарабатывают по 300-400 тысяч рублей в сезон. А, которые на самокатах? Да, которые ездят на самокатах. То есть он мне сказал, что он в день зарабатывает в среднем от 10 до 12 тысяч рублей. И, честно говоря, он мне даже открыл свою карточку, и в карте у него прям оборот по 400 тысяч, да, по 300. Но единственная особенность, что они здесь работают без выходных все время, и целый день он трудится. Обычно к выпускам всегда много комментариев. Я думаю, этот не будет исключением, ведь эмоции и диссонанс в голове наверняка вызывает. Мы увидели с вами первую комнату и общую зону. Курьеры по 300-400 тысяч рублей в месяц? Да зачем тогда ему с таким доходом жить в таких условиях? Друзья, здесь все легко считается. Многие курьеры, наоборот, рассматривают такое жилье из серии, куда упал, выспался, помылся, и целый день ты на ногах работаешь. Они работают, можно сказать, в вахты. Полгода здесь, полгода дома. И в том числе, не надо думать, что в этих комнатах живут только, как вот сказал Вячеслав, с южных широт. И русские точно так же заселяются. И точно так же, кто где работает, и приезжают люди поодиночке, и девушки заезжали. Поэтому народ выбирает. Я специально им задал вопрос, ну, порывался кто-то начать делать ремонт? Ведь очень часто в предыдущем выпуске, где квартира моих друзей писали, да я бы сделал, я бы сделал. Ну, давайте послушаем, что он ответил по этому поводу. Ну, вот, Дим, на этапе вселения почти что каждый второй жилец говорит, что я вам сделаю ремонт, я вам переглею обои, я вам сделаю то-сё. Это всё, то есть, обещания, чтобы сюда вселиться. Как они вселяются, у них или проблемы с деньгами, или проблемы возникают с оплатой. Поэтому это одни обещания. То есть, во второй комнате мы посмотрим, там один из жильцов сделал штукатурку. Ну, сейчас посмотрим. Половины комнаты. Вторую он не доделал и уехал. Слав, расскажи, пожалуйста, о себе, потому что вот у тебя история очень интересная. Вот можно подумать, что Слава у нас мажор. Знаешь, Влад, говорят, ну, типа, ну, понятно, квартиры. Забегая наперёд, у вас семь объектов недвижимости. Ну, да. И львиная доля уже твоя, как бы ты уже покупаешь. Но начиналось ты с чего? Родители у тебя вообще кем работают? Работали, работали. Мама у меня работала бухгалтером, отец электрик. Я начинал автослесарем, то есть я ремонтировал автомобили в Волге. Впоследствии я устроился к официальному дилеру, уже стал обслуживать Mitsubishi, Hyundai автомехаником. Впоследствии я закончил институт МГТУ в МАМИ и устроился инженером по гарантии. Далее... Ягуар Ландровер. Да, ну, до этого ещё в Ладу, потом я поработал в Ситроене, и впоследствии я 10 лет работал инженером по гарантии Ягуар Ландровер. Ага. Официального дилера. После чего ты уходишь оттуда, ты уходишь работать в аэропорт. После чего, да, я оттуда уволился, ну, вернее, даже не уволился, уволили, дилер обанкротился, поэтому нас все сократили, да. И я переехал жить в Долгопрудный, и из Долгопрудного очень удобно добираться до аэропорта Шереметьево. И поэтому я устроился в аэропорт Шереметьево. А там ты кем? Первоначально я работал в отделе сопровождения воздушных судов, то есть ставил самолёты, направлял их, и впоследствии я устроился в службу по обслуживанию воздушных судов. То есть приходит самолёт, нужно его встретить, разгрузить, высадить пассажиров, слить технические жидкости, слить воду, и всё это организовать, заполнить документы, дать их подписать представителю авиакомпании. Короче, серьёзная мужская работа. Ну, достаточно, да. Она нелёгкая, да, потому что постоянно ты работаешь на улице, под дождём, под снегом, в жару, поэтому работа тяжёлая, такая ненасыщенная, но она интересная. Отсюда становится интересней. Каким образом так получается, что ты, получается, работал, копил, ладно, первый объект мы разобрались. Далее две комнаты появляются, появляется студия, а какие у тебя ещё есть? Понятно, это получается уже три, да, я зажимаю пальцы. А что ещё есть? Далее, получается, что я приобрёл, так, получается, в Раменском, мы озвучивали студию, да, эту студию я продал в дальнейшем и купил квартиру в Долгопрудном, двухкомнатную, то есть добавил немножко и взял в Долгопрудном. И параллельно в 20-х годах те деньги, которые я зарабатывал, я их откладывал и плюс шли доходы от аренды и на эти деньги я приобретал ещё комнаты в Долгопрудном. То есть, это три? Да. Что ещё есть? Три, получается, комнаты в Долгопрудном, одна, да. Далее я продаю автомобиль, у меня был новый автомобиль Toyota Corolla, я её продаю и на эти деньги приобретаю ещё одну комнату. А себе... Это получается пятая, правильно, объект? Да. Так, пятая, так, ага. Пятая, получается, да. И в 18-м году мы опять с родителями скидываемся и приобретаем на этапе фундамента в Раменском однушку ещё, в новом доме. Шестой объект. И седьмой, в 20-м году я тоже беру кредиты, занимаю всех, вот, и успеваю в последний поезд, перед подорожанием и приобретаю в Лобне студию на этапе опять фундамента. И после того, как я её приобретаю, цены прям взлетают и уходят далеко вперёд. Короче, это 7 объектов. Да, 7 объектов. Слушай, ну я тебя поздравляю. Спасибо. Ну, опять же, давай какой-то сразу комментарий дадим, потому что народ сейчас, ну, сам понимаешь, врёт. Ну, врёт просто. Ну, посмотрите, не покраснело уже. Почему? Как ты это покупал? Кредитные средства, ипотеки ты там набирал или что это было? Ну да, вот, то есть одну комнату я продал автомобиль и приобрёл комнату, потому что я подумал, комната будет намного интереснее автомобиля. То есть, одна получилась из машины. Вторая комната, я взял деньги взаймы у жены, у родителей, кое-что скопил, она стоила полтора миллиона. То есть, это, в принципе, уже такие обычные деньги. То есть... Суммарно ты не считал плюс-минус, если всё сегодня продавать, что у тебя есть по текущим ценам, это примерно... Сколько это вообще получится? Ну, примерно, может быть, получится миллионов 25-30, примерно. 25-30 миллионов. Вот здесь ещё раз хочу сказать огромное спасибо Вячеславу за открытый, за то, что пустил, пригласил, рассказать, кто он такой. Он такой же зритель, как многие из вас. И, соответственно, доказывать вам, что это всё правда. Он говорил, хочешь, поехали, по всем объектам проедем. В этот день у него был выходной. Но желания делать контент, как доказательство, оправдания нет абсолютно. Поэтому, кто не верит, всё-всё-всё-всё. Наврали, наврали, наврали. Пойдёмте, сходим во вторую комнату, и потом я у него ещё спрошу, а как он так копил это, на сколько он в месяц жил, что он остальные деньги откладывал. Там тоже будет интересный ответ. Ну, они сказали, что уехали на работу все, но я стучу, мало ли что, тогда давайте, ребята, заходим в комнату номер два, да. Ты так ещё оделся сегодня, рубашечка, в ручке, как бы, знаешь, как будто ты риэлтор. Это такой вот, Дмитрий, шикарный лот для вас. Походи, Дима, да. Вот, Дима, это комната номер три, она площадью 18,4 квадратных метра. Также здесь потолки трёхметровые, она овальная, с двумя окнами. Ну, это уже прям такой хороший вариант с точки зрения света. Здесь проживает тоже мужчина с женщиной, где-то 35-40 лет им, да. Два человека проживают, да. Слушай, а они чем занимаются? Они занимаются, они работают на Дубровке, на рынке, кажется, торгуют. То есть им удобно, они с Дубровки пешком идут сюда и здесь арендуют. А, то есть прям вообще поблизости. Да. То есть, как правило, это люди сюда в подобное жилье приходят только на ночь? Ну, обычно, да. Вот, или же один из них работает, а второй дома отдыхает, сидит, допустим. Супруга отдыхает, муж работает. Но обычно обработают. Давно снимают? Они снимают год примерно, да. А, то есть это уже на постоянке, да? И вот эта комната сколько по цене? Эта комната где-то, наверное, примерно от 5 до 6 миллионов рублей стоит. А, если покупать? Примерно, да. Если покупать. По стоимости аренды то же самое. То есть, та комната с ремонтом. Там окна идут во двор. Здесь из минусов окна выходят с торца здания. То есть здесь идет шум от машин. А, ну вот от здания, да. И коммерция рядом стоит, друзья. Ну вот, чем вам не фильм ужасов из взрослой реальной жизни? Жить в подобных условиях в 33-35 лет. Средний возраст. Молодежь, можно сказать, трудоспособная. С женой. А? Утром проснулся, вышел на общую территорию. Взглянул на все это. Ну, жестко. Жестко. Но, как показывает практика, не для всех. Потому что прям большого простоя по этим комнатам у Вячеслава нет. То есть, есть спрос на подобное жилье. Съехали люди неделька-две, заехали новые. Но здесь есть очень много приколов. Дим, здесь, значит, в моих комнатах свой сделан включатель, туалет, ванна, кухня. И своя идет розетка. У соседей своя идет. То есть, если идут они, то они включают свой свет. Если идут мои арендаторы, то включают мой включатель. Чисто Советский Союз раньше было в коммуналке. Да, так все осталось. На самом деле, за электричество счет-то вообще мизер, нет? Ну, в среднем, получается, в месяц тысяча рублей, получается. Но у нас отдельные идут счета, нет, в сумме. И такая же ситуация. На кухне у нас у каждого сделана своя лампочка. То есть, это идет моя, это идет соседская. Ахренеть. То есть, грубо говоря, заходит комната номер один, он включает вот эту. Заходит комната номер три, он включает кухню. А вот эта вот лампочка, получается, принадлежит... Комната номер два. И ванная тоже самое, да. То есть, у каждого своя идет лампочка. Это будет смешно, если покажешь, да. У каждого своя. То есть, а ты говоришь, ну, я не знаю, интересно будет. Это интересно, я тебе говорю, это будет интересно, блин. Вот еще история о тех людях, которые говорят, что сделают ремонт. То есть, один из всех, вот он начал делать штукатурку, полкомнаты сделал и уехал. Все. Другие сказали, оклеит обои. Оклеили угол и все, и уехали. То есть, вот так вот это все получается. Третий, который начал, смотри, красить. Условно, покрасил кусок серый и уехал. Четвертый, короче, просто начал что-то отдирать, бросил и ничего не сделал. Блин, ну вот это вообще роскошь. И еще здесь особенность. В доме был капитальный, значит, ремонт. У нас меняли стояки, но соседи сверху отказались менять стояки. Поэтому их отпилили и у нас сделали новую трубу, а в бетоне и у соседей идет старая. Как по мне, так это идиотизм. Потому что, ну, основная коротия происходит в стыках. Это просто спилили, сделали. Та же история с батареями. Их отпилили, обрезали, а соседи отказались менять. И у нас идет вот наплавка. Дим, да, вот можешь показать там. То есть новая труба и старая. Слушай, а вот эта вот вся мебель и прочее, 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 это чье вообще? Мебель осталась от тех, у кого я приобретал. То есть шкаф, остальное все я взял в Леруа, в Мерлен, там, в Икеа, что ли. Все это привез, сделал. Хладильник остался от них. И я купил диван и стол там. Ну, все такое, то есть самое обычное. Потому что дорогое сюда приобретает смысла нет. Это все там обдирается, оббивается, ломается. Поэтому все такое, самое дешевое. Ты вообще как, предпочитаешь там, есть желание поваляться, полежать, ничего не делать, провести день, два, три недельку лежа на диване? Или в основном больше работать, работать, работать? Твое мнение? Ну, вообще я предпочитаю постоянно быть в движении, да и с малышом не расслабишься. И вся у нас семья тружеников. Поэтому я с 16, я уже говорил, с 16 лет тружусь. Все время я и работал, и учился на вечернем курсе в институте. Поэтому вся жизнь в движении. И вот так вот понемножку, понемножку, понемножку складывал, складывал. Как-то шел доход от аренды, шла зарплата. Я его не тратил, я его опять инвестировал в будущие комнаты, во что-то еще. И вот так вот понемножку все это получилось. Те деньги, которые я зарабатывал, я их не тратил куда-то на гулянки, на отдых. Я их инвестировал. И сам я живу достаточно скромно. То есть утром ешь там геркулес за 30 рублей с молоком и с медом. На обед там тарелку супа съел. То есть я не ездил по ресторанам, никуда я особо таких вот у меня трат не было. Ну, ты можешь вот сказать, сколько ты примерно в месяц, например, тратишь на себя? Вот именно на себя, если так вообще получится посчитать? На себя, да, честно говоря, тяжело это сложить, но у меня уходит мало очень, тысяч, может быть, 20 рублей. То есть вообще уходят маленькие очень расходы, да. Ну, а так вы с женой не считали на семью, сколько ты, жена, ребенок, там, квартира и так далее? Ну, с женой, с ребенком, может быть, в среднем получается, наверное, тысяч 60-70 плюс-минус. Потому что, то есть ребенку там уходят на вещи, на то, на сё. А там не было у них выплаты? Они вообще не пускают, закрываются все время. Я даже им предлагал помочь с дверью, они говорят, нам от вас ничего не нужно, оставьте их как есть. А им вообще квартира откуда досталась? Это как, они ее покупали или мы когда-то тоже дали, типа? Вот тяжело сказать, я об этом не знаю, но они, кажется, стали собственниками в 94-м году. То есть уже 40-30, 30 лет назад, 30 лет назад, да. Может быть, они там как-то приобрели ее, да. То есть 30 лет назад, если ты говоришь, им там по 60 лет, то есть как раз в 30-летнем возрасте. Ну, примерно, да, плюс-минус, да. Тормознулись и вот так они здесь всю жизнь свою, можно сказать, взрослую прожили. При этом это все стоит миллионы. И ты по факту с одного только объекта, ну, в прямом смысле слова, миллионер. Одна комната 5-6 миллионов, вторая комната 5-6 и того 10-12 миллионов рублей. Ну, скорее всего, думаю, 10 ближе, потому что та комната, она будет примерно по цене будет 4-5 миллионов. То есть десятку берем, просто как вариант, наверняка ты об этом думал, рассуждал, несем в банк, кладем вот на сегодняшние высокие депозиты, что-то там где-то у тебя везят они, будешь в десятке получать, ну, я думаю, там 1120-150, вот пример, смотря в зависимости от срока и так далее. А здесь 50 тысяч. Еще минус налог, минус какие-то доп. расходы наверняка есть, то есть и того, ну, вообще какая-то хрень. Для чего это надо? Почему не продать? Ну, получается, чтобы это еще удачно продать, нужно найти покупателя, который купит сразу обе комнаты. Такого покупателя тяжело очень найти, потому что по этой цене можно приобрести однушку в Москве за 10 миллионов. Или эти комнаты продавать отдельно, но чтобы продавать отдельно, в настоящее время, так как высокая ставка идет рефинансирование, то многие люди держат деньги на вкладах. И поэтому они не горят желанием приобретать комнаты и, так скажем, замораживают средства. То есть, чтобы их продать, нужно понизить цену. И понизить цену так ощутимо, да, то есть тысяч на 500, а может быть и миллион. То есть за 4 миллиона тогда кто-то придет. За 4 с половиной, да, тогда сразу купят ее. Кто-то, так сказать, лапой зарыл в надежде на то, что в светлом будущее для жителей этого дома, ну, для собственника этой комнаты, власть сломает и даст новое где-то здесь поблизости, правильно? Да, то есть этот дом, он 1958 года, поэтому, в принципе, в какой-то перспективе возможен его снос. И каждому из владельцев дадут там по студии, по комнате, как-то, ну, может быть, однушка даже какая-то маленькая. Но это вот остается. То есть, возможно, еще вот это вот влияет на то, что их стоит остаться, наставить их в собственности и ждать. Вот вы с тобой примерно посчитали, все 7 твоих объектов, сколько вот плюс-минус приносят сегодня вот чистыми за вычетом всех расходов, налогов и так далее? Ну, в среднем, Дим, потому что иногда там уезжают арендаторы, происходит простое. Я думаю, где-то в среднем это будет там от 130, может быть, до 150 тысяч рублей. Может быть, плюс-минус. Побольше, поменьше. Это вот, уважаемые зрители, это все требует внимания, потому что постоянно уезжают арендаторы, приезжают, что-то в квартирах ломается. То протекает кран, то сломался диван, кровать, то они потеряли ключи, звонят ночью. Ночью приезжай, открой мне дверь. Просто то там, допустим, скандалы с соседями из-за того, что употребляют спиртные напитки. То есть, постоянно требует, ну, до трассы не доходило еще, но скандалы происходят постоянно, и вот именно в коммуналках. Потому что в коммунальной квартире живешь с соседями, и это все, конечно, накапливает эмоции у всех, и у жильцов, и у арендаторов. Если, например, продать все, что есть, там, собрать те же самые 25, там, за 30 миллионов рублей, и купить что-то одно, но достойное, и сдать за те же самые 150, там, 200 тысяч рублей. Ну, одна квартира, один доход, и нету геморроя. Преимущество в том, что когда у тебя много объектов, то у тебя уезжает один человек из одного, остальные у тебя сдаются, у тебя очень гибко происходит загрузка. А с одним объектом, с дорогим, то есть, один человек может уехать, и все, у тебя все, то есть, обрежется. То есть, здесь очень гибко, и в случае, если, допустим, тебе понадобятся деньги на что-то, ты можешь одно что-то взять и продать, остальное у тебя останется. То есть, это как из преимуществ. Уважаемые зрители, да, у меня был Mercedes E220 CDI, 10-летний. Я его сдал в отдел комиссии официального дилера, они его оценили в миллион 400, и 300 тысяч была доплата от компании Хон Чи. То есть, в сумме получилось миллион 700. И далее я добавил до 70% оплаты, и приобрел автомобиль, это Хон Чи H5, 23-го года. То есть, она прошлогодняя, за то, что она прошлогодняя, дали очень приличную скидку. По договору она 3,925, но по факту мой автомобиль оценили дешевле, то есть, рынка, то есть, примерно, можно сказать, 4,200, плюс-минус. Я ее приобрел для себя, также я, бывает, в свободное время подрабатываю перевозкой актеров до съемочной площадки, и можно еще в свободное от работы время, и от ребенка можно еще подрабатывать в бизнес-такси. Я работаю в такси, но так-то у меня бизнес есть, а такси это так хобби. Я специально, знаешь, это вывел прямо куда-то в середину ролика, для того, чтобы люди сказали, чего, как, не клеится, понимаешь, у людей не клеится. Работал инженером, зарплатки какие-то там 60-70 тысяч, а тут 7 объектов, машина. Вот сколько ты, например, тратишь на работу в месяц, там, сколько у тебя смен, 1, 2, 10? На работу я в среднем трачу 2-3 дня в неделю, потому что больше я трудиться не могу, так как сижу в отпуске по уходу за малышом, я ухаживаю за 2-летним мальчиком своим, поэтому только вот по выходным выезжаю так чуть-чуть там отбить кредитный платеж и что-то еще. То есть это именно идет подработка. Вот здесь тоже интересный момент объяснить, что ты, работая в аэропорту, когда у тебя рождается женой, ребенок, сын, да, у тебя, ты уходишь в декретный отпуск, а не она? Да, уважаемые зрители, да, у меня в апреле 22-го года, то есть рождается сын Илья, после этого супруга, мы с ней договариваемся, что в отпуск по уходу за ребенком иду я, поэтому ухожу я. Этот отпуск я пишу на 3 года, то есть он у меня 18 апреля 25-го года. А жена у тебя чем занимается? А жена, она работает в медицине медсестрой, то есть обычная такая должность. Конфликты здесь случаются и они достаточно происходят часто, потому что им тяжело всем сидеть в одной комнате, поэтому они цепляются к соседям, бывает соседи что-то им отвечают, поэтому мне так и ночью, то есть могут позвонить, сказать там, там у вас то, у вас все. Но то, значит, что жалуются? Шумят, гуляют, телевизор громко работает? В основном жалуются на то, что, допустим, как-то вот, что приходят, может быть, не вовремя или, допустим, идут в душ, потому что вот в коммунальной квартире, допустим, утром все соседи должны договориться, кто из них, во сколько идет мыться. Потому что, допустим, один идет в 7, второй в 7.30, в 8 и так далее. То есть это все заранее обговаривается, иначе здесь в 8 утра может образоваться пробка такая, и все будут шуметь и ругаться. А кухней, в принципе, вообще же получается никто не пользуется? То есть это как бы такое общее пространство, но почему? Как? Ну вот, из моих арендаторов большинство предпочитает не пользоваться, потому что здесь из соседей отсутствуют условия, то есть все здесь как-то, вот видите, понакидано, набросано. Я им оставил столик, говорю, то есть могу его освободить, но все готовят в комнате, на крайний случай приходят сюда, там, что-то отварить там суп и уходят в комнату. То есть желание пользоваться местами общего пользования отсутствует. Вообще, да, прикиньте, жесть на самом деле, просто такой сроч, это просто помойка, блин, мы по-другому ее не назовем. Хотя, с одной стороны, жилье в центре у нас, ну, по факту можно сказать, так вот. Да. Если сюда вложить 1200 хотя бы даже косметику, все вот это убрать, сжечь, освежить, помыть, уже сразу здесь историк, представляешь, ну, это, блин, совсем другая. И, короче, вот из-за одного собственника, типа, нафиг, и все... Да, и так все вот остается годами уже, то есть не меняется ничего. То есть что-то сломало, и звонят мне, слава, сделай. Я приезжаю, делаю там и экран, и слив, и все. То есть они принципиально делают, не хотят ничего. И это звонит собственник в той комнате? Да. То есть сама она, сын там их участия? Они делают, не хотят ничего, да. Вот, вот вам, ребята, отличный вам вот просто отзыв. Вы должны это услышать. Для тех, кто забыл, то да я бы сейчас бы, ну, да, 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 вот такая картина. А пакетами накрывают? С пакетами, скорее всего, то есть они уехали сейчас в отпуск, и они оставили все, прикрыли там от нас, от соседей, я так понимаю. Вот чашка кофе стоит. Да, просто можно стоять. Да, 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 поставили. Казалось бы, он у тебя рак, но помойду поставили, нет. Слушай, твое мнение вообще сегодня, как будут люди, некоторые говорят, да вот, там работ нет, не заработать. Врут? Я думаю, что это много очень людей, которые не хотят трудиться, не хотят просыпаться, ехать на работу, потому что я вот даже в такси со многими общался с клиентами, и они вот озвучивают, что, допустим, у одного есть свой пункт в Альберис и Азон, и он говорит, я не могу найти человека, который будет принимать товар, сканировать, теклась на полочку. То есть это просто вот даже примитивные сейчас работы, никто их делать не хочет. Ну не хотят-то почему? Потому что там на примитивной работе, где у тебя нет никаких незнаний, ни опыта, где ты, можно сказать, просто с улицы тебя взяли, зарплата маленькая. Хотя большую. Ну зарплата маленькая, да, но зато она идет стабильная. Ну то есть у нас сейчас работы много, потому что в Россию приезжают из стран ближнего зарубежья, приезжают, работают, зарабатывают все. Просто если человек не хочет развиваться, то он и не будет развиваться. Ну вот что бы ты посоветовал людям? Допустим, приезжает человек в Москву или там живет в Москве. Хорошо. Если мы не берем работу в такси, чем сегодня можно заработать? Вот ты, допустим, если не будет такси, если не будет аренды, куда ты пойдешь, что ты будешь делать? Я бы, допустим, пошел бы по ремонту автомобиля, так как я имею навыки все. Я бы мог устроиться автослесарем, автомехаником, мастером-приемщиком, кем-то еще. Поэтому я же ведь и работал, и все это ремонтировал. И даже вот в самом конце, перед аэропортом, я трудился персональным механиком Вольво. То есть я сам принимал автомобиль, отгонял на мойку. У тебя опыт, видишь, у тебя есть знания. Из-за чего знания есть, а у кого-то нету. Я бы посоветовал, прежде всего, те, значит, люди, которые приезжают в Москву, я бы посоветовал не арендовать квартиры, а арендовать комнаты, прежде всего, возможно, в ближайшем Подмосковье. Долгопрудный, Лобня, может быть, Люберцы, потому что открылись МЦД, и оттуда удобно сейчас добираться до любой точки Москвы. Также я бы посоветовал арендовать комнату вдвоем с кем-то. Это будет еще интереснее. И на первое время, я думаю, можно устроиться в доставку, курьером, к кем-то еще, потому что заработки там у них нормальные, и это не требует ни опыта, ни знаний. Ну, а дальше какое-то развитие ты как считаешь? Может, образование надо получать, идти учиться куда-нибудь или как? На образование – да. Я сам нисколько не жалею о том, что я отучился в сумме 16 лет своей жизни. То есть я общался с умными преподавателями. Я слушал умных людей, но и времени ушло много и сил. На чертежи, на огромные – это все требовало сил и времени. В среднем, получается, подработка в такси, если вот так вот работать, не напрягаясь, я думаю, где-то в районе 70-80 тысяч рублей в месяц. Но это опять при условии, что это автомобиль мой. Если бы я его арендовал бы, то мне бы пришлось работать намного больше и отдавать аренду еще. Но в любом случае техобслуживание машины на мне, износ шин на мне, страховки на мне. То есть много здесь и минусов, и расходов. Ну скажи честно, отзыв. Вот ты говоришь, что на Мерседесе 10-летним ездил. Очень часто бывает так в интернете, что до 10-летней Мерседес он лучше, чем вот этот вот Хунцы, Хунчи, H5. Ну вот у Мерседеса, то есть особенность в том, что там очень идет продуманность в мелочах. У Хунцов это, конечно, идет хуже. То есть что-то бывает, дребезжи, в люке какое-то происходит постукивание при езде. Если вот тут где посмотреть, то за печкой прям виден пол. Там отсутствует шумоизоляция. То есть в Мерседесе все заложено матами, а здесь нет. То есть шумоизоляция здесь хуже. Пока какие-то глюки были с электроникой, что что-то там боило. Встречалось, да. То есть иногда при езде появляется сообщение, что потерян электронный ключ. А он у меня лежит в кармане. Я вот так его достаю, там, повожу здесь, сообщение исчезает. Потому что Мобилайзер стоит примерно вот тут где-то. Но при этом каждый день машина заводится. Да. Машина доводит тебя. Жестких ошибок прям серьезных. Не было ничего, да, все было в порядке. Люди, когда ездят, вообще что говорят? Какой отзыв? Норм или типа хрень это все? То есть отзыв сказали, что в целом хончи, они шумнее, чем в Мерседесе, но они сзади намного просторнее. То есть у них идет удлиненная база, поэтому да, сзади у них как будто там BMW F7, Mercedes S, по размерам до переднего сидения примерно. А расход какой у них? Расход средний показывает, так, сейчас посмотрим, ну, примерно 10-11 литров. Я думаю, где-то 10, наверное. Вот ты трудишься, тратишь на себя там 20 тысяч рублей в месяц. При этом у тебя есть уже 7 объектов недвижимости, машина, которая вроде как для себя, но в тот же момент, опять же, ты ее используешь для работы. А на что мы копим-то? К чему мы стремимся? Где тот момент, вот что должно в твоей жизни произойти, чтобы ты сказал, все, я добился того, чего я хотел, теперь я буду жить. Утром проснулся, рыбки красные порезал на бутерброд. В обед съел какую-нибудь баранью ножку, пошел на костре приготовил, часик поспал, проснулся, книжечку почитал, вечером, может, там, с товарищами в баньку пошел, попарился. На следующий день поехал с ребенком, я не знаю, там, в парк целый день гулял, то есть, и чтобы вот не было вот этой, знаешь, суматохи пожить. Вот в какой момент, вот, что должно произойти, сколько должно тебе там на карту приходить денег, чтобы ты сказал, все, хорош, надо жить. Я думаю, в моем случае уже этот момент настал, поэтому я вот стараюсь отдать долг за автомобиль, помогаю старшему сыну, которому уже сейчас 14 лет. Я одну из квартир оставлю ему, то есть, уже ребенок с жильем, и в целом мы с супругой и путешествовали, то есть, мы не все откладывали, мы ездили и путешествовали, и как бы так, то есть, стараемся, так скажем, разумно это все копить и тратить, чтобы был какой-то здесь баланс. Ну, ты себя считаешь больше как, счастливым человеком, или ты, может быть, где-то местами, там, знаешь, несчастлив, может быть, чего-то тебе не хватает, где-то в жизни хотел бы чего-то поменять, или в целом все идет как хочешь? Ну, в целом, я очень доволен, что у меня появился второй ребенок, я хотел бы иметь и третьего еще ребенка, и четвертого. Вот, вспомнить в жизни, есть и что вспомнить, но и много я и трудился, и учился, поэтому, может быть, сейчас как раз наступает момент, когда уже можно так немножко выдохнуть, расслабиться, и как-то уже подумать о себе и о дальнейшей жизни. Я правильно тебе понял, что на сегодняшний день у тебя есть долгов, это только вот за автомобиль? Ну, в целом, да. Это сколько там у тебя вообще сумма примерно сейчас? Миллион триста пятьдесят. Это кредит, да, у тебя получается? На пять лет? На три года. Ну, как бы вот его закрываем и все, а дальше планируешь еще кредитики брать или уже все хорошее? Ну, я их и не брал особо, Дим, я их брал только для того, потому что у меня, конечно, наличными такой суммы и не было, поэтому мне пришлось приобрести эту вот рассрочку. В дальнейшем я старался всегда всю жизнь обходиться без долгов, без кредитов. Всегда их отдавал и старался их не брать в долг. Я считаю, что выпуск у нас получился роскошный, с элементами ужаса, с элементами познавательности, поэтому, ребята, здесь мы жмем тебе руку, дай последнее напутствие людям, кто сейчас, может быть, 20 лет, 30 лет, 35, вот как бы не знает, куда пойти, вот как, что бы ты им просто посоветовал бы от себя, как улучшить жизнь свою? Ну, я, прежде всего, Дим, хотел бы тебя поблагодарить за приглашение. Очень было неожиданно, потому что я давно смотрю твои выпуски и не думал, что я стану героем. Я не актер, я обычный, то есть человек, и все, что сказано, сказано как есть. Вот, молодым людям я бы хотел пожелать не тратить все свои деньги в никуда, какую-то сумму из них откладывать, и вот отсюда уже в дальнейшем возможно что-то приобрести, потому что многие получают зарплату, целиком спускают ее, и это идет месяц за месяцем. И также я бы хотел посоветовать не откладывать создание семьи, рождение детей, то есть вести себя порядочно и честно, и с девушками, и вообще с коллегами, то есть оставаться человеком всегда. Я думаю, это шикарные слова, после которых нам остается с вами лишь подвести черту этого выпуска. В каждом выпуске я закладываю более глубокий смысл, и хочу вам показать что-то новенькое и интересное, как я всегда говорю, из реальной жизни. Ну вот вам живой пример, вы просите показать. Ну ты бы там снял, как простые люди живут. Вот, Вячеслав, чем он вам непростой человек? На сегодняшний день можно сказать, ну конечно, семь объектов, пассивный доход, 150 тысяч, машина дорогая, из которой еще зарабатывает, так у него еще и основная официальная работа есть, где он тоже, в принципе, неплохо зарабатывает. Но мы всегда видим с вами результат, а тот путь, который прошел человек, начав работать в 16 лет, мы не замечаем. Вы представьте, каково это жить, вот, длительный период жизни, 20 лет, урезаясь на всем. То есть он постоянно всегда экономил. Каша утром, супчик в обед, гречка с котлеткой вечером. Я утрирую, но примерно так. При этом нет-нет, какие-то там скопления были, путешествовать куда-то ездил. Но в большинстве своем ничего лишнего на траты не было. Но при этом скопил денюжки, опа, объект строится. Вы помните прекрасно, какие цены были на новостройки в 2015 году? Чтобы вы понимали, я вам сегодня специально, естественно, показал самый жесткий его объект. Естественно, если бы мы поехали по другим точкам, где квартира, студия, комната, там такой жести нет. Нет, вот это вот самое-самое страшное. Но я ведь знаю, что вы любите самое страшное. Отправиться в Долгопрудный, показать нормальную комнату, это не так интересно. А здесь Москва. До Кремля реально 6,5 километров. И при этом это такая, знаете, денежная бочка. Сегодня у тебя вот так последние 10 лет куплено за 2 миллиона рублей. А через 5 лет, ну ладно, через 10 лет фигак, запрет уведомление. Дом под снос вам по однокомнатной квартире. Сколько они будут к этому моменту стоить, если им дадут в том же самом районе? Ну, как правило, там плюс-минус туда же и переселяют. В любом случае, даже если чуть дальше, это будут совсем другие деньги. Это выгодно. Она копеечку приносит, лишнего не просит. Что скажете? Поэтому пишите ваше мнение в комментариях. Я вам честно скажу, я этот ролик еле смонтировал. Вы видите, он немножко такой рваный получился. В силу того, что я вот по глупости своей включил микрофон в начале выпуска. Когда мы начали снимать, я его выключил. И, соответственно, часть съемки была забита. Ну и самое ключевое. Словили мы всей семьей ротовирус. Это такая жесть. Я давно так не мучился именно от ротовируса. Крутило, вертело, бредило. Температура высокая. Сегодня третий день, как я его переношу. Вот мы всей семьей. Но вот только-только пошли на поправку. Таким образом, думаю, в понедельник уже буду бодрячком. Поэтому, ребята, закупайте себе все необходимые лекарства от ротовируса. На всякий случай пусть будет. Ну и, конечно же, хочу напомнить, что если у кого-то зачесались ручки что-то сделать, то ссылочка и промокод на спонсора выпуска ждут вас в описании. А еще почитываю комментарии, посматриваю, что там у нас с роликом с садовода. Вижу, как он шикарно набирает обороты. Поэтому считаю, что ролик зашел. Многие из вас спрашивают, а номер палаточки? Номер палаточки-то с паленой обувью не подсказали. Напишите, пожалуйста. Отправляйтесь, друзья, и прогуляйтесь там. Я думаю, вам понравится. Палаточку найдете без труда там на каждом углу. Торговцы сами подсказывают. В общем, тем для съемок новых выпусков полным-полно. Поэтому подписывайтесь на канал и на все другие площадки, ссылки на которые ждут вас в описании. До новых встреч. Всем пока. Пока.